Мы оказались как будто в изоляции и виной всему бездействия чиновников, с которыми, на наш взгляд, вступили в сговор наши предприимчивые соседи по земельному участку. Это видео в редакцию нашего телеканала прислала чета Ивановых. Супруги уже несколько лет в различных инстанциях отстаивают право на собственную землю. Их соседи передвинули забор участка больше, чем на метр, сократив тем самым владение Ивановых. И, возможно, этого не было бы заметно, но теперь к дому при всем желании не сможет проехать ни скорая, ни пожарная машины. О том, что идет межевание участка, Ивановых не предупредили. Замеры закрепили официально, и перед домом образовалась бутылочная горлышко 2 метра 30 сантиметров вместо 3,5 метров. С проблемой чета пенсионеров обращалась и в суд, и в прокуратуру. Документы наши не рассматриваются. Пишут нам одни отписки. Обращались в прокуратуру тоже. Даже тот, который межевал их участок, он сказал, хотя в суде он говорил совершенно другое. Он в суде на нас орал, плевал и говорил, вы никто, ничто и звать вас никак. И вдруг он в прокуратуре дает такой ответ, что... А я не знал, что у них тут они граничатые. Я не согласовывал с ними. Я согласовал вот с администрацией. Участок был выделен собственником в начале 20 века. Его размеры закреплены во всех документах. Со временем земельные границы существенно сместились. Участок Ивановых единственный. На улице имеет такой узкий подъезд к дому. От различных инстанций Виктор и Людмила собрали уже десятки документов. Они уверены, оставаться безнаказанными соседями помогают связи в мэрии. Возмущает вот это отношение, такое наплевательское к людям. И вот это вопрос тут. Бездействие это бездействие власти одно. А это укрывательство вот этих беспорядков. Это поддерживать вот эти захваты и все эти незаконные вещи. Это, конечно, воодушевляет захватчиков такие вещи. Они наглее и наглее становятся. В мэрии города на наш официальный запрос только развели руками, отметив, что изменения в генеральный план внесены не были. А отношения между соседями эффективнее всего решаются в суде. Как вышло так, что одни жители приватизировали больше метра земли других собственников, и кто дал на это разрешение, остается загадкой. Получается, что то время, пока собственники будут встречаться в зале заседаний, жителям 7-й завокзальной 17А остается только надеяться, что в их доме не произойдет пожар или другое ЧП. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.